Землетрясение на Тайване было зафиксировано в 7.58 утра по местному времени. По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки, его магнитуда составила 7,4, а местное агентство присвоило ему мощность 7,2. Но после первого сильного толчка через 13 минут последовал и другой магнитудой 6,5. Всего с начала землетрясения было зафиксировано более 130 толчков. И несмотря на то, что их мощность постепенно уменьшается, они могут продолжаться до нескольких недель. Вот этот маленький остров на восточном поближе Китая, и он как раз находится на границе двух плит. Евроазиатской плиты огромной, в Китае и Россию тоже входят, и небольшой филиппинской плиты. И вот что происходит на границах литосферных плит, они могут либо разъезжаться, либо сталкиваться, и одна тогда подгружается под другую. И вот эти процессы, они приводят к тому, что существует эта нестабильность и формируется землетрясение. Но это землетрясение не было единственным. Дело в том, что остров Тайвань расположен в сейсмической активной зоне, которая носит название Тихоокеанского огненного кольца. Остров находится на стыке тектонических плит Евразии и Филиппинского моря. Поэтому число землетрясений, сила которых достигает 4 целых и более, превышает 200 случаев в год. Последнее мощное землетрясение в этих краях было зафиксировано 21 сентября 1999 года в городе Цзэйцзы и имело магнитуду около 7,6. В результате стихийного бедствия погибло более 2000 человек. Свыше 11 тысяч было ранено, около 100 тысяч граждан остались без жилья. Оно произошло практически в центре Тайваня, там такой есть город Цзэйцзы называется. И вот на глубине 8 километров находился гипоцентр, то есть точка этого землетрясения. А эпицентр где-то в центре города. Собственно, это землетрясение произошло в 1999 году, 21 сентября. Было одним из крупнейших землетрясений за последние 25 лет. Второе по величине, по магнитуде землетрясение в Тайване было. До этого самое мощное землетрясение, которое произошло, оно произошло еще аж в 1935 году. Но, тем не менее, по разрушениям, по погибшим людям это землетрясение поднесло действительно большой вред, большой ущерб. Землетрясение 2024 года повлекло за собой множество проблем. Порядка 350 тысяч домов остались без электроснабжения. Половина из них также испытала проблемы с водоснабжением. На данный момент к ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены службы спасения. Продолжается эвакуация людей из домов. Более 70 человек могут находиться под завалами. Также порядка тысячи, предположительно, заблокированы в горах и Национальном парке Тайваня. Практически на границе Пит находится Тайвань. Это значит, что это очень сейсмически опасная зона, и землетрясения там происходят достаточно часто. На самом деле, сейчас с появлением GPS спутников, в особенности, мы можем с достаточно высокой, сантиметровой точностью отслеживать, куда движутся разные плиты и с какой скоростью они движутся. То есть, благодаря спутникам, технологиям, вот такое отслеживание, оно возможно. Ну, если мы говорим про Россию, это ГЛОНАСС. Если мы говорим в целом про мир, это GPS-система в том числе. Тайваньское землетрясение ощущалось и в провинциях Фу-Дзянь и Дзяньси на востоке Китая. Из-за этого было приостановлено движение поездов на некоторых участках региона. Также из-за мощного толчка была высока вероятность возникновения цунами на юге Японии и Филиппинах. Вдоль некоторых побережий наблюдались волны высотой порядка полуметра, из-за чего все рейсы из Окинавы были перенесены. Предупреждения о цунами были отозваны, но, как сообщает Центр предупреждения о цунами США, жителям прибрежных районов следует сохранять бдительность. Предположительно, опасность землетрясений будет существовать еще неделю. Их мощность может достигать семи целых. Какие землетрясения опасны для России, для нашего побережья? Те, которые, эпицентры которых находятся в океане. Тогда возникают цунами, которые могут прийти и на наш Дальний Восток действительно привести к какому-то экономическому ущербу. А внутри, как вы видите, нам повезло в этом смысле. У нас огромная плита. И если мы где-то находимся в европейской части России, в западной и восточной Сибири, то мы достаточно далеко находимся от границ литосферных плит. И о сильных землетрясениях, о серьезных речи здесь быть не может. Как заявил руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская, мощное землетрясение у побережья Тайваня не опасно для российского побережья, берегов Дальнего Востока. Но, несмотря на это, специалисты будут вести мониторинг и отслеживать сейсмическую обстановку. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости.